Воскресенье 17 февраля в Слониме состоялся ответный поединок между Форсажем и Красносельским Цеметником. Напомним, в прошлой игре при счете 7-7 судья поставил спорный пенальти ворота Форсажа. На флажке матча Цеметник этот пенальти реализовал и победил с разницей в один мяч. Слонимчанам, чтобы пройти дальше в домашней игре, надо было выигрывать в два мяча. Гости пытались для усиления атаки подключать воротаря, но это у них плохо получалось. Уже на четвертой минуте Герасимчик воспользовался неудачным выходом в поле стража ворота Цеметника и открыл счет. После этого многочисленные болельщики долгое время голов не видели. Шла равная упорная борьба, а на 20-й минуте гости простили своих оппонентов. Слонимчане ответили через две минуты мощным ударом Добрьяна. 2-0. Минутой позже того же Добрьяна приходит в штрафную, гьют по ногам, и Геннадий Костюкевич перед своим лицом увидел красную карточку. Слонимчане использовали свое численное большинство, красиво разыграв мяч и отправив его в ворота гостей. Отличился Андрей Молчанов. Следующий игровой эпизод вместил в себя сразу упущенную возможность поразить ворота Форсажа Цеметником и удаление за неспортивное поведение и второе предупреждение одного из лидеров гостей Александра Асташенкова. Слонимчане и в этом случае использовали свое большинство. Мечевого ротоцеметника отгрузили Герасимчик, Вильгельм, Берг и Спасюк. В концовке первого тайма Евгений Бычек смог размочить Владимира Корнея. В начале второго тайма Евгений Бычек смог размочить Владимира Корнея. Красносельская команда нашла в себе силы, чтобы перестроиться в условиях кадровых потерь и вернуться в игру. Оппоненты проверяли друг друга напрочно, забивая поочередно голы в ворота друг друга. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Замечание близко не подпускали соперника по счету, но второй тайм по голам был практически равным. И только по занавесу игры при самоотверженной игре Корнея в воротах и трём безответным мячам Добрьяна Дегеля Герасимчиков Форсаж смог одержать убедительную победу со счетом 12-4. Субтитры сделал DimaTorzok Слоневский Форсаж выходит в полуфинал, в котором на домашней площадке встретится СПК имени Кремко. Игра состоится 23 февраля в 15.30. Сномечание постарается сделать подарок от Днезащитника Отечества, но для этого нужна и ваша поддержка.